Добрый вечер, Республика! С вами в студии Мадина Лайпанова. И сегодняшний наш выпуск посвящен Дню Семьи, Любви и Верности. Именно о том, как сохранить тепло и любовь в семье, мы поговорим с сегодняшними нашими гостями. А у нас в студии присутствует семейная пара Ирина и Олег Жидяевы вместе со своими прелестными детьми. Здравствуйте! Рады видеть вас сегодня у нас в гостях. Хотелось бы поздравить вас вот с одним как раз таки профессиональным, можно сказать, так как вы семья. Причем совсем скоро станете многодетной семьей. Хотелось бы начать наш сегодняшний разговор немного с истории вашего знакомства. Потому что всегда интересно, как зарождаются пары, как складываются вот эти ячейки общества, скажем так. Кто, может быть, был инициатором знакомства? Как вот все начиналось и как сейчас, собственно, складывается ваша жизнь? Кто начнет? Я, наверное, начну. Мужчина должен начинать первым. Познакомились 9 лет назад. Так получилось в молодежном лагере Машук. О! В Катигорске, да. Я поехал, у меня был по возрастным ограничениям последний год, где я мог принять участие в Машке. Я просто поехал посмотреть вообще, что это такое, что такое молодежный лагерь. Ну и со своим проектом, конечно же, потому что я специалист по написанию проектов. И поехал вот на неделю туда случайно. Хотел защитить проект, да? Да, я защитил его, да. Ну, я поехал за проектом, а привез оттуда жену, получается. Ну, не сразу тоже. То есть двух зайцев, так скажем, да? Ну, я не ехал туда за женой специально, да. Мы просто познакомились, да. Да, подошла девушка с игрушкой в руках и попросила помочь ей написать проект. Ага. Может быть, это был такой повод, да, для знакомства. Здравствуйте. Ну, да. На самом деле, очень интересная идея у нее была. Она сама уже начинала тогда делать мягкие игрушки. Меня вот почему-то впечатлила эта игрушка. Ну, и сама девушка впечатлила, конечно. Ну, я думаю, что сначала все-таки девушка впечатлила, потом игрушка. Она получила грант, она реализовала этот проект на территории республики. И потом так получилось, что через полтора года мы поженились. Так, это версия так Олега. Он видит ваше знакомство таким. Ирина, а каким видите вы ваше знакомство? Действительно ли интересовал грант или все-таки сразу заинтересовал Олег? Ну, действительно, я так 9 лет назад была еще студенткой в институте. И уже начала делать игрушки, занималась. И поехала на Машук. У меня были безумно горящие глаза. То есть я могла делать игрушки. Энергичная, активная. Вот. Но не было знаний в написании проекта. Ну, наверное, вот так сложилась судьба, что сказали, кому обратиться. Собственно, Олег помог написать мне проект, помог его реализовать, всячески поддерживал. Я его тогда назвала Олег Евгеньевич. У нас были исключительно... Деловые отношения. Деловые отношения, да. И я даже не думала, не рассматривала его в качестве своего мужа. Но в один прекрасный день он попросился в гости к моим родителям. Ну, мы, естественно, как... Гостеприимные люди, да? Гостеприимные люди. Накрыли на стол. Он приехал с цветами, с букетом, с тортом, с шампанским. И было абсолютно... Ну, как бы очень удивительно. И неожиданно для меня, что он за столом при моих родителях, при маме, встал на колено и сделал мне предложение. То есть это было в таком теплом семейном кругу, да? Ну, нужно сказать, что никаких отношений личных у нас на тот момент с ним не было. Мы просто общались, как... Он был моим, можно так сказать, наставником, помогал мне. И, ну, вот так началось, можно сказать, наше, ну, уже знакомство более личное. И через год мы поженились. И так получается, что и вы писали проект, и вы. Можно сразу сказать и отметить для молодежи нашей республики, что Машук отличная площадка и вообще молодежные форумы для создания семьи. Такая дополнительная реклама, скажем так, для молодежной политики нашего региона. Ну, понятно, что знакомство состоялось, решили все-таки начать семейную жизнь. Ну, 9 лет – это немаленький срок все-таки в любом случае. Как вам удалось сохранить, скажем так, вот этот интерес и трепет? И какими выдались эти 9 лет? Основные успехи, может быть, вашей семьи и поводы для гордости? Ну, я думаю, они присутствуют здесь, ваши поводы для гордости. Да, кое-кто даже немножечко устал, но тем не менее. Какими были эти 9 лет в ваших воспоминаниях? Можно я скажу? Для меня эти 9 лет, ну, во-первых, конечно, были самыми счастливыми. Надеюсь, что это и каждый день абсолютно счастливый в гармонии, в радости. Были сложности, конечно, за все эти годы, но ни одного прошлого дня зря, ну, так можно сказать. И слава богу, получается, лично у меня совмещать и творчество. То есть я как была творческим человеком, я продолжала развиваться все эти годы. Благодаря поддержке мужа я из игрушек стала делать более профессиональные куклы. Он поддерживает меня во всех моих начинаниях. Если нужно куда-то поехать на выставку, мы обязательно едем всей семьей. То есть никогда уже появились в процессе, появились все. Вот Кирюшка появился, и мы его самого маленького возраста брали с собой. И я все это время занималась творчеством, старалась совмещать и домашние дела, и творческое свое развитие. И вот, судя по всему, это получилось успешно достаточно. Да, получилось успешно. И благодаря поддержке мужа я чувствую себя счастливой женщиной, счастливой мамой. И спасибо за все. Ну, вы знаете, прежде чем узнать мнение Олега, хотелось бы, наверное, все-таки услышать Кирилла. Который, оказывается, с самого детства ездит вместе с родителями, везде присутствует. Я так понимаю, ведет активную социальную жизнь. И, собственно, видит все, что происходит, скажем так, внутри семьи. Ну, расскажи мне, какая у вас семья, что бы ты мог рассказать? О сестричке своих, о родителях, как любите отдыхать вместе, куда ходить, ездить. Все, расскажи. Ну, родители у меня самые лучшие. Я помню их, когда они меня еще таскали. Еще за ручки папа на плечах носил. Это было так весело. Она у нас добрая семья. Любим на речку вместе ходить. На море ездим, по выставкам разным. А как на выставках у тебя все вот проходит? Сам же смотришь, наверное, что там, какие работы есть, нравится ли? Или мамины все-таки самые лучшие? Как думаешь? На выставке есть много красивых работ. Но самые лучшие, мне кажется, это мамины работы. Они очень красивые. Мне очень нравится. А бывает, что помогаешь маме вот с куклами или с какими-то игрушками, быть может? Вообще самому нравится пробовать? Иногда я сам из пластилина люблю, рисую. То есть ты, Кирилл, у нас тоже творческая такая личность, да? Ну, молодечка. А сестричка? У тебя вот есть младшая сестра, София. Как, воспитываешь сестру? Она у меня одна, а значит, самая лучшая. Я ее сильно люблю. Вот так вот. Вот сразу видно, примерный старший брат. Молодец, Кирилл. Ну, Олег, как глава семейства, я думаю, ты испытываешь такую сейчас гордость за своих детей, за свою жену. Понятно, что, вот как Ирина сказала, не бывает семейной жизни, наверное, без каких-то проблем, может, каких-то вопросов, да? Но вот как ты, как, опять-таки, глава семейства, вот эти 9 лет решал, скажем так, эти вопросы? И что тебе помогло, вот, не знаю, поддерживать вот эту теплоту, любовь в вашей семье? Что поддерживать, прежде всего? Ну, наверное, вот я по образованию психолог, сам еще и кандидат наук. И очень много по семейной психологии, литературы пришлось изучать сейчас и помогать людям тоже в этом отношении. Что нет определенных четких ролей в семье. Вот, знаете, что мужчина должен вот прийти там с 9 вечера, с 9 утра до 6 вечера отработать, и все, он больше ничего не должен делать. А дальше он может отдыхать. Вот это неправильная позиция. В семье, что касается быта, чтобы не было конфликтов, у каждого должны быть свои обязанности внутри семьи. Вот у нас таких обязанностей четких нет, поэтому если мы утром просыпаемся, и моей дорогой жене хочется приготовить завтрак, то это означает, что я заправлю постель, или там помогу развесить белье. Если мне хочется приготовить завтрак, то она это делает. Ну, вот настроение... Взаимное такое, да? Да, мы не говорим, что пойди сделай это, пойди как-то вот если один делает... Ты должен, ты обязан, да? Да, если один делает одну работу, то другой автоматически знает, что нужно сделать ее. Поэтому в доме всегда порядок. Или если моя жена начала убирать в квартире, да, то мы подключаем всех членов семьи. Стараемся, чтобы и дети тоже, и в том числе я... Ну, вот, слава богу, знаете, сейчас вот моя мама, моя теща 50 лет назад не было стиральных машин, не было посудомоечных машин. Сейчас у нас вот будет облегчен робот-пылесос, да, которого запустил, поставил. Это может даже делать ребенок. Посудомоечная машина загрузил, выгрузил. Стиральная машина загрузил, выгрузил. То есть грех жаловаться, да, на сути. Ну, вот, и я думаю, что, знаете, вот в этом отношении, если мужчина говорит, я мужчина, и я не буду это делать, да, а женщина при этом еще работает, еще и ведет быт, то начинаются определенные конфликты. Почему я должна это все делать? Ну, мужчина говорит, ну, я же тебе даю деньги. Так вот, скажу секрет семейного счастья, наверное, моего личного. Я не могу говорить за всех. Вот, слава богу, моя жена не требует от меня, там, новых айфонов или, там, Мерседеса. Я ей очень за это благодарен, потому что это не дело в том, что я не могу их купить. Дело в том, что они абсолютно не нужны ей, потому что, ну, это больше такая имиджевая составляющая, да. И эти деньги мы тратим на путешествия, на поездки. Впечатления, да? Впечатления, да. Да, у нас вот такое внегласное правило, что мы не тратим деньги на дорогие вещи, но мы тратим эти деньги на эмоции. Это очень, мне кажется, здорово. И мне кажется, вот многие сейчас, кто это увидит и услышит, должны взять это на заметку. Да, потому что вещь это всего лишь инструмент, наверное, вот, чтобы тобой восхищались. И когда тобой восхищаются, это такая минутная вот удовлетворение. Да, но эмоции, которые, особенно в семье, внутри семьи, они остаются на всю жизнь. Я, честно говоря, очень долго не любил фотографироваться. У нас есть традиция пару раз в год, это фотосессии, да, первые три-четыре года. Мне кажется, сейчас боль всех мужчин, наверное, такие, ах, да, я тоже был там. Ну, потом я смирился, да, я смирился. Я просто сказал, что вот час из этой фотосессии я буду фотографироваться 20 минут. Ну, то есть, по 20 минут я... Растраиваюсь, да, 40 минут и 20 фотографируюсь. Да, то есть, я как бы и не уступил тоже в этом. У меня не люблю фотографии, мужчины вообще не любят фотографии. Но ради семьи, ради эмоций и... Ну, это еще воспоминания, память. Да, скажу вам, она как женщина, да, как вот женщины, очень у них мудрость житейская больше такая. У нас стратегическая такая, практическая, деньги, власть. У женщин более вот такая очаговая, да, домашняя мудрость. И вот я пришел к выводу, что, наверное, даст бог, если мы доживем до пенсии, дети вырастут и будут уже внуки, мы будем сидеть и листать эти фотографии и вспоминать об этих хороших... А как классно это было. И тогда Ирина скажет, вот видишь, я же говорила, что эти... Ну, она уже теперь так не скажет, потому что я... Я уже делаю. Как мы уже поняли из нашего сегодняшнего разговора, вы оба люди с активной жизненной позицией. Для вас семья все-таки я вижу на первом месте, но при этом каждый из вас смог построить определенную карьеру. И если мы Олега уже хорошо знаем и по прошлой политической деятельности, сейчас вот ты занимаешься психологией, профессионально, кандидат наук, да, вот, то и об Ирине мы сказали только то, что она творческая личность. Но стоило бы подчеркнуть, что занимаетесь вы этим профессионально, изготовлением кукол. Правильно я понимаю? Или как? Вот давайте немножечко расскажем о вашей работе, как вы к этому пришли, как вы начали делать такую красоту, и на каких таких выставках вы, собственно, показываете свои работы. Занимаюсь куклами уже достаточно давно, больше... Именно куклами больше шести лет. Это лепные работы, полностью ручная работа. Также я принимаю участие с ними на международных выставках. Вот благодаря, кстати, выставкам мы были и за границей в Таллине, в Эстонии. Как уже сказал Олег, что самые лучшие эмоции это именно в путешествиях проявляются. Много где бываем, смотрим. Зарабатываю свою денежку на свои собственные нужды. То есть это не просто хобби, это реальная работа, которая оплачивается. Да, это реальная работа. Также еще провожу обучение. Для меня это тоже очень важно, очень интересно. Буквально вот два года подряд мы с Олегом, с его поддержкой организовывали выставку у нас в городе Черкесске. Потому что, конечно, международные выставки, ну, в Москву не все могут поехать. Благодаря поддержке мужа он помогал мне в организации выставки. Проводили здесь у нас черкесские куклы моей мечты. Получили очень большое количество отзывов положительных. Потому что много людей пришло и открыло для себя этот удивительный мир. А он действительно удивительный, потому что у нас в России огромное количество людей творческих, которые делают разнообразные работы просто. И это никак не связано с детскими игрушками. Это намного больше, выше. Коллекционные, да. Это коллекционные работы. В этом году мы тоже хотели организовывать выставку. Но так случилось, что узнали, что у нас будет в семье пополнение. Так как этот процесс организации очень трудоемкий и физически энергозатратный, то решили, что будет, может быть, в следующем году попробуем сделать. Но пока сделали перерыв. Пока я занимаюсь домашними хлопотами. Подготовкой, да. Да, подготовкой к рождению третьего ребеночка. И счастливо просто проводим время с семьей. Стараясь посвятить каждую минуточку семье, прогулкам, каком-то настрое на дальнейшие действия. Ну, вот сегодня мы можем видеть не только куклу, да, это результат вашего, непосредственно вашего труда, но также вот вы принесли такую книгу. Если можно, я покажу нашим телезрителям. Выглядит она вот так. Я так понимаю, что это сборник ваших самых счастливых моментов, да? Здесь фотографии вашей семьи, правильно? Но это необычная книга. Да, это необычная книга. Еще до знакомства с Олегом я начала заниматься социальной активностью, вести социальные сети. И, получается, вот с самых первых своих творческих, ну, как бы, публикаций, да, там есть публикация о том, что как я выходила замуж, как... История всей вашей... Вся история вашей семьи, да? Да, и получается, что вся история семьи от самого основания и, ну, вот до рождения Софиюшки в этой книге, конечно, я писала, когда публикации в социальных сетях, ну, там и мои размышления по поводу материнства, по поводу творчества. То есть это, ну, прям мои откровения. Своеобразный дневник памяти, да? Да, 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 да. И когда я писала, ну, подготавливала книгу к печати, я, где была возможность, зашифровала в этой книге для деток послание. Тихо, тихо. Где же флажа? Зашифровала для них послание. Ну, как зашифровала? Написала, напечатала с пожеланиями, как, чтобы они к друг другу относились, помогали, поддерживали друг друга. Книга большая. Да, мы заметили. И чтобы найти эти слова, им, конечно, придется вместе сесть ее и прочитать. И, как уже говорил мой муж, что он не любит фотографироваться, но вот так получилось, что все фотографии наши семейные, всего всей нашей семьи, они заключены в этой книге. Ну что, Кирилл, ты готов вообще к прочтению книги? Ты ждешь этого момента, когда начнете читать с Софой? Конечно, жду. Догадывайся, как думаешь, что мама тебе там написала? Чтобы мы с ней хорошо относились, не дрались. Ну это пока что так, не дрались. Олег, Ирина, у меня вопрос такой. Сейчас вот в современности у нас бывает, мы встречаемся с таким предвзятым отношением к понятию вообще в принципе семья. И многие люди как бы говорят о том, что семья не всегда важная, не всегда главная, что это нормально разводиться, к примеру, или когда ребенок растет в неполной семье. Вот если бы вы могли обратиться к современной, скажем так, ну не молодежи, а людям семейным, кто вот сейчас либо в начале этой жизни своей семейной, либо вот планирует завести семью, что бы вы им сказали? Я думаю, что есть такое понятие, как влюбленность. Вот это очень хорошо, когда люди влюбляются в друг друга, но рано или поздно она проходит. Почему? Потому что ну так устроен человек, все это на гормональном уровне происходит. И вот потом, когда проходит эта влюбленность, это такой называется конфетно-букетный период, когда вот идет ухаживание, и люди погружаются в бытовые отношения, вот где-то. Я не говорю о том, что любовь уходит совсем, но вот знаете, вот эти вот романтические отношения, где все идеально. Вот если мы возьмем, да, все хорошо, вот рестораны, кафе, кино, подарки, а потом дети. Резко так. Резко, да. И бытовуха. Надо мужу погладить что-то, нужно приготовить, а мужу надо идти на работу, а он хочет с друзьями встретиться. Вот важно, когда период влюбленности проходит, важно понимать, что крепкие семейные отношения, что любовь, это не подарки, это не откуп, когда вот муж жене дарит дорогой подарок, и жена говорит, вот спасибо тебе, да. Иди гуляй с друзьями. Да, и потом этот подарок, он, знаете, любой подарок, он... Воспринимается, конечно. Ну, он через какое-то время, он уже не нужен. Это как с новыми занавесками. Вы повесили в доме новые занавески, они сначала вас радуют, потом уже они перестают. Обыденностью становится, да. И это постоянная работа двух людей. Семья – это работа. Работа прежде всего над собой. Работа над своими недостатками, в первую очередь. Почему? Потому что мы не идеальны. И что нужно, чтобы сохранить семейные отношения? В первую очередь, это общение. Всегда разговаривать. Не как маленькие дети, обиделись и ушли по разным комнатам. Ну, можно, пять минут, знаете, там пять минут пообязательно. Вот время так я засекаю. Но у кого-то из двоих этих людей должна быть смелость идти и прощать. А у второго идти и принимать это прощение. Кто-то должен постоянно делать первый шаг. А если вот как на одной тропе узкой два барана встретились и никто не уступает, вот это ведет к тому, что семья начинает распадаться. Это прежде всего обиды. Просто вот не разговаривают люди два-три дня, потом начали разговаривать, но эта обида остается. И вот комплекс этих обид, которые копятся, 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 они рано или поздно, потом, когда придет какая-то конфликтная ситуация, высказываются друг другу и все. Это первое. Второе. Очень важно, чтобы у мужа и жены была хоть какая-то одна общая цель. Общая цель это могут быть дети, общая цель это может быть дело совместное. Вот почему у нас, знаете, в России очень плохо развито понятие семейный бизнес. Хотя это очень важная составляющая вот на Западе и на Востоке в том числе. Экономики, да. Очень важная. Почему? Потому что семейный бизнес это предприятие, в котором основные сотрудники это родители, дети и бабушки. Вы представьте, у них общая цель. У них общая цель и это помимо общей цели это финансовая поддержка семьи, что сейчас немаловажно, потому что большинство семей, конечно же, распадаются из проблем с финансами. И вот наше государство, на мой взгляд, должно обратить внимание на эту категорию. И вот сейчас год семьи. И в год семьи мы говорим о государственной поддержке семьи, но мы почему-то накачиваем семью деньгами, какими-то пособиями и делаем эту семью недееспособной. И я вам скажу в прошлом году статистику на 100 браков, 166 разводов в России. Вы представьте себе, это катастрофа. Я писал в газете статью недавно о том, почему люди разводятся. И как политик, бывший политик уже могу сказать, эта проблема большая. Почему? Потому что, чтобы получить пособие, люди разводятся. А государство не понимает, почему это происходит. Ага, статистика, да. И вот, знаете, у нас тоже... Почему? Мне тоже предлагали развестись с моей женой для того, чтобы получить, участвовать в программе «Молодая семья». Я отказался. Ну, я не готов из-за денег был разрушить то, что мы начали строить. Тем более, мы венчались в церкви. Развенчать нас может только смерть. Поэтому для меня это очень важно и религиозная составляющая. Но я смотрю на людей, которые... Для которых институт брака на сегодняшний день не важен из-за финансовой поддержки. И вот об этом нужно говорить и наверху. Наверху. Почему? Но мы видим сегодня... Я вижу, по крайней мере, сегодня это с точки зрения слов. То есть реальных механизмов по укреплению семьи и по укреплению института брака на сегодняшний день не создано. А вот эта вот система накачивания за счет пособий, она долго не проживет. Она долго не проживет, потому что люди будут рожать... С финансовой точки зрения. С финансовой точки зрения и выгоды. А семья не может строиться только на выгоде. Там это комплекс вещей. И прежде всего, прежде всего, это взаимоуважение и любовь. Мы услышали вашу точку зрения. Ирина, интересно, что бы вы посоветовали? Может быть, молодым женам, невестам пока еще, да? Или уже вот только-только начинающим семейную жизнь дамам? Что бы вы посоветовали? Я бы посоветовала смирение, наверное, по... Во-первых, выбирать достойного мужчину изначально. То есть смотреть на его отношения в целом, как он относится всегда к жизни, к своим родителям, к своей матери. Насколько он серьезный, ответственный, добрый, воспитанный. Потому что это очень важно. Потому что, конечно, как сказал Олег, что эмоции, влюбленность — это все хорошо, но в жизни важны ценности, ну, вот, человеческие. И куда больше важна поддержка и физическая, да, когда у тебя маленькие детки. И если человек ответственный, готовый слушать, понимать, принимать, там, тебя со всеми... Помогать, да? Помогать, да. Сложностями бытовыми, конечно, ну, такой союз будет строиться крепкий и долговечный. Ну, и женщинам быть мудрыми, уметь промолчать, смиренными, в каком плане. Иногда, ну, мы такие очень... хочется все быстро и сразу, что-то придумалось в голове, и там... Сразу хочется вот так по щелчку, да, пальцем. Да, но... Мне кажется, что женщина должна быть, ну, не хитрая, но должна быть мудрая, лояльная, и уметь, конечно, ждать, и не просить, ну, не то, что многого, но понимать... Возможности. Возможности, да. семейные, и не просить каких-то золотых гор. Вот, у меня была мечта, я очень мечтала побывать в Париже, это было вообще что-то несбыточное какое-то, но... Поделившись с мужем своими идеями, причем мечта это была еще с детства, наверное, он исполнил мою мечту, мы планировали долго эту поездку. Три года, да. Да, и это было самое удивительное, наверное, путешествие в моей жизни, которое я вспоминаю, наверное, по сегодняшний день буду вспоминать всю жизнь, и это здорово. когда есть общие идеи, общие интересы. И супруг помогает реализовывать эти мечты, да, я так понимаю. И у нас таких совместных идей очень много, мы купили старый домик в деревне, который вместе строим, вместе там что-то делаем, детки нам помогают, и все мы делаем вместе с семьей, и если приходится там мужу уезжать куда-то в командировку, даже на пару дней, я уже, все, мы все скучаем, мы друг без друга не можем, и какие бы, там, говорят, что нужно расставаться с любимыми, чтобы скучать, нет, для меня, нам не нужно, нам не нужно, мы засыпаемся вместе, просыпаемся все вместе, и детки, все в обнимку, поэтому залог семейного счастья, мне кажется, в каждодневном, ну, таком вот счастливом пребывании, в смирении, в какой-то любви, в какой-то любви друг к другу. Мы для себя наметили новый проект, мы были несколько раз за границей, ну, в связи с теперешной ситуацией, слава богу, что внутренний туризм будет развиваться, и мы решили для себя, что вот сейчас у нас родится ребенок, и мы поедем смотреть города России, потому что, на самом деле, очень многие люди, которые, ну, так или иначе, мечтали попасть за границу, но никогда не видели прекрасных наших городов. Золотое кольцо, север, на Кавказе у нас очень... Есть что посмотреть однозначно. Дербент, Грозный, Владикавказ, очень красиво. Места, куда, кстати, из-за границы приезжают люди. Да, 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 и горы, наши прекрасные горы, мы сапожники без сапов, ну, сколько мы там... В горы, конечно, у нас не получается часто выезжать, но мы хотим посмотреть и показать детям культуру народов России, именно не из учебников, а именно... Чтобы сами увидели. Они сами это все увидели и к моменту, когда у старшего сына начнутся уроки географии и истории России, чтобы он уже это видел сам. И мог сам рассказать учителю, как это все выглядит, да, на самом деле. Ирина, Олег, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Особое спасибо тебе, Кирилл, за то, что ты тоже нам сегодня много интересного рассказал. Я желаю вам счастья в вашей семейной жизни. Вот, честно, после нашего сегодняшнего разговора какое-то тепло на душе, вы вот производите какое-то позитивное впечатление и веет к счастью от вас, любовью и вот этим семейным трепетом. Я надеюсь, что вы сохраните его сквозь года и через 50 лет у вас будет такое же трепетное отношение друг к другу. Ну и счастья вам. Спасибо, что пришли сегодня к нам. Спасибо большое. Ну, а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь и желаю вам хороших выходных. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»